Здравствуйте, с вами канал NaimDB. Эти знаки зодиака слишком разные, чтобы долго существовать вместе. Исключения из правил бывают, но крайне редко. И если у вас счастливо сложилась одна из пар, о которых пойдет речь ниже, вас необходимо внести в Красную книгу. Овен и Телец При встрече Овна и Телца нередко вспыхивает искра. Но держать под контролем разгорающееся пламя любви в этом союзе ни одному, ни другому не под силу. Оно обязательно превратится в пожар, который после себя оставит пепелище из несбывшихся мечт и разрушенных надежд. Дело в том, что Овен, управляемый Марсом, живет стремительной и спонтанной жизнью. Телцу же тяжело даются перемены. При этом в упрямстве он ничуть Овну не уступает. И совершенно неудивительно, что в таком союзе ссоры – это повседневная рутина. Каждый будет перетягивать одеяло, пытаясь переделать другого под себя. А еще и Овну, и Телцу крайне сложно признавать собственную неправоту и идти на компромиссы. Словом, ситуация тупиковая. Скорпион и Лев Аналогично предыдущей паре, эти знаки Зодиака также часто влюбляются друг в друга. Оба страстные и живут эмоциями. Так что первое свидание Скорпиона и Льва с большой долей вероятности окончится бурным сексом. Но жить вместе они не смогут. Их ссоры возникают буквально на пустом месте. И причиной может стать невымытая посуда или подозрительное сообщение. При этом они невероятно драматичны. Обоим партнерам важно доказать собственную правоту. Гордый Лев отказывается уступать Скорпиону, экспрессивно выражая свои чувства. Скорпион также не идет на компромисс и при этом страдает и закрывается в себе. Лучше уж расстаться, чем медленно, но верно уничтожать друг друга. Рыбы и близнецы Рыб и близнецов также может поразить любовь с первого взгляда. Но гораздо вероятнее каждого из них привлечет именно непохожесть другого. Близнецы жизнерадостны и независимы. Их энергия направлена вовне. Рыбы чувственны и эмоциональны. Их энергия направлена внутрь. Эти различия поначалу будут подогревать страсть, но затем станут непреодолимым препятствием на пути к совместному счастью. Рыбы стремятся к слиянию со своей второй половинкой, а близнецов это раздражает. Самоотверженные рыбы идут на жертвы, пытаются подстроиться под возлюбленного, а близнецы этим пользуются и подавляют партнера. Так что если вы рыбы и встретили близнецов, бегите. Этот знак зодиака разобьет вам сердце и убьет веру в любовь. Рак и водолей Рак и водолей такие разные, что их пара в принципе встречается крайне редко. Дело в том, что у этих знаков зодиака полностью отсутствует эмоциональная связь. Они будто с разных планет. Рак ценит традиции и семью. В его парадигме мира на первом месте всегда стоит внутренний мир, его и его второй половинки. Водолей не терпит ограничений, в нем живет неугасаемое стремление постоянно расширять границы, его и всех, кто его окружает. Они будут ранить друг друга с первых дней знакомства. Так что если отношения между Раком и водолеем каким-то чудом все-таки возникают, они обоим принесут много страданий. Эти шрамы придется еще долго исцелять, особенно эмоциональному и впечатлительному раку. Весы и Козерог В этих отношениях головокружительная страсть маловероятна. Более того, для Козерога Весы становится настоящей проблемой, которая рушит все их четко продуманные планы. Если у Козерога все-таки возникает влюбленность по отношению к такому партнеру, он попытается его понять, но вряд ли сможет. Весы нерешительны по своей природе, могут долго сомневаться в выборе, и при возникновении эмоциональной связи эти сомнения перекидываются на Козерога, а последнего это страшно раздражает. Впрочем, Весам также не будет весело и легко в таком союзе. В их глазах Козерог выглядит практически бесчувственным существом, которое не понимает, что любовь это произведение искусства. Но Весы более уступчивы, они могут согласиться на правила игры Козерога. Но закончится все закономерно, страданиями и разбитым сердцем Весов. Дева и Стрелец Дева и Стрелец даже чем-то похожи. Оба амбициозные и целеустремленные. Вот только для Стрельца важен сам путь к его цели, ведь это настоящее приключение. Дева же – настоящий перфекционист, которому важен только результат. Казалось бы, различие маленькое, однако именно оно заранее определяет провал такой пары. Они не могут найти общий язык ни в чем, даже в сексе. Дева хочет стабильности и семейного счастья. Стрелец же хочет познать все, что лежит за пределами его зоны комфорта. Дева не чувствует себя в безопасности рядом с таким партнером и становится замкнутой, что в свою очередь раздражает Стрельца. И чем сильнее Дева пытается надеть на Стрельца наручники и приручить его к дому, тем отчаяннее Стрелец пытается вырваться. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NaimDB. Спасибо, что вы с нами и до встречи!